вот ярко-голубая и голубая это два прекрасных оттенка у них в тубах я ничего аналогичного не покупала но наверное ну по крайней мере они вот выглядят намного лучше чем вам наверное сложно сравнить да как бы этот более синий более простой но в принципе он уходит в ультрамарин не знаю наверное я разберусь все надо еще на практике смотреть но пока он мне кажется каким-то простоватым не знаю губль турецкий голубой я не знаю как я прожила всю жизнь без этой чудесной краски потому что совершенно очевидно что без прекрасного именно цианого голубого из цми жить невозможно потому что вы его никакими другими красками не наведете видите вот эту трагедию он у меня гранулировался вот это вот ощущение того что не знаю разорвали плоть и наложили вот эту кожу и она вся такая как кусок мяса вот грануляция да я знаю я ненавижу грануляцию если вы ее любите извините серьезно придется что-то аналогичное докупать потому что у меня это единственный оттенок вот такого вот мама его называет бирюзовым не знаю но по сути это вот это вот истинно голубой вот эти вот светло-синие это не голубые вот это голубой втала я вам говорила обратить внимание на втала да вот это вот мой втала желто-зеленый я покупала стала зеленый а заказала желто-зеленый стала желто-зеленый нет это не ошибка магазина это я просто взяла и купила втала желто-зеленый вот на полном серьезе я ору себе только только я могла купить вместо обычного зеленого желто-зеленый вот прям вот ошибочки по фриду вот не знаю главное ну прекрасный цвет вот зеленый оригинальный вот чисто для сравнения вот зеленый оригинальный вот втала зеленая поярче прям прекрасный чувак но втала зеленого у меня по-прежнему нету воролиновая прекраснейшая совершенно краска ну и надо просто начать красить и вы поймете то что она прекрасная потому что она прекрасная просто прекрасная просто приятная вещь и дополнительный был гумигуд гамбодж не знаю слова гумигуд мне нравится больше чем гамбодж вот и если честно не ожидал от нее что-то такого особого но она оказалась тоже очень прекрасный она чем-то очень напоминает вот индийскую золотистую но вот это вот она большую ну короче это немножко разные оттенки но они в принципе похожи если не состоять и не сравнивать их между собой вот на это не обращайте внимание это случайно кисточку не промыла ага ага нет смесь вот розовый квинокридон тут это точно квинокридон он так перевелся вот моя лопусечка я брала аналог мадженты и знаете он получился не скажу что вот конкретно у как он лег то есть вот сравнить вот это и вот эти вот божественные оттенки вот но все нормальные вполне почему бы нет вполне имеет право жить как бы вот но для сравнения то как лег рембрандовский вот розовый квинокридон и вот эти вот разница вот в 300 рублей вот два с половиной раза вау я смогла вложиться меньше чем в полчаса вот такой обзор в общем экспериментируйте я буду продолжить экспериментировать мне ты не буду предложить экспериментировать я буду рисовать потому что я уже все распечатала вот может быть еще потом что-нибудь сниму всем спасибо за внимание постарайтесь не отписываться после таких модных видео я всех очень люблю до свидания